Всем привет! Сегодня 19 сентября и мимо Хайнани опять прошелся тайфун, тайфун Саулик, но он очень маленький. Изначается как тропический шторм, то есть в принципе ничего серьезного, только ветер, небольшие порывы ветра и дождь. Он уже прошел и ушел во Вьетнам, но они просто закрыли пляж и теперь им не приходится никого разгонять, потому что ты туда просто не подойдешь. Повешали, и все. А на пляже никого нет, даже полиция тусует. Ну и правильно, они реально переживают за туристов, за граждан, нафиг надо. В общем сейчас идет 10 уровень, классифицируется как сильный тропический шторм. Он уже прошел Санью и надвигается в сторону Вьетнама со скоростью 30-35 км в час с небольшими усилениями. Вот такие вот дела. В принципе вообще ничего страшного по сравнению с тайфуном Яги. Вот сами видите, ну вот такой вот ветер. Ночью был ветер сильнее. Ну и сам тайфун был именно ночью сегодня, то есть с 18 на 19. И что такое вообще тайфун? Тайфун формируется в океане из-за переменных климата. Из-за того, что слишком теплое море и погода вот это вот все, короче, там колеблется, начинается закручиваться воронка, начинается циркулировать ветер. И он вбирает в себя морскую воду, из-за чего становится все сильнее, сильнее, сильнее. Когда тайфун выходит на сушу, это самое страшное, потому что он сбрасывает всю свою силу. Всю воду, которую он накопил, весь ветер. Так, в общем, этот тайфун 19 сентября прошел очень быстро, с 18 на 19. Был дождь, сегодня до обеда была плохая погода, как вы видите, сейчас уже выглянуло солнце. Но на море по-прежнему не пускают, поскольку опасаются за безопасность людей. Все-таки, стоит ли ехать на Хайнань в сентябре? Сентябрь на Хайнане самый нестабильный месяц. На сентябрь выпадает самое большое количество осадков и тайфунов. Поэтому смотрите сами, точно предугадать, посмотреть прогноз погоды. Это не дает вам 100% гарантии, что не будет тайфуна, либо плохой погоды. Если случается тайфун на Хайнане, то вас не пускают купаться, иногда могут закрыть в отеле, иногда не работают бассейны. В общем, это может немного подиспортить ваш отдых. Но если вы планируете провести именно хороший, полноценный отдых на пляже, ездить на экскурсии, и чтобы ничего вам не помешало, сентябрь лучше не выбирать. Сентябрь это не сезон на Хайнане, все-таки стоит это признать. Хотя Хайнань очень многие турагенты рекламируют как направление на круглый год, то есть каждый месяц здесь шикарно. Ну, как вы видите, как показывает практика, сентябрь все-таки не такой. Надо признать еще тот факт, что в последние года природа и климат очень сильно меняются. Регионы, где раньше не было каких-то природных явлений, это сейчас случается, идут более сильные дожди, ветра и прочее-прочее. Глобальное потепление, это все стоит тоже учитывать, что 10 лет назад вы читаете про Хайнань на каких-то форумах, и сейчас это все-таки отличается. В общем, 19 сентября, 3 часа дня, тайфун Саулит все еще действует на территории Хайнаня, а именно город Саньяк. Идет дождь, проливной ветер, короче, очень это все неприятно, потому что тайфун был сегодня ночью, и он уже ушел во Вьетнам, то есть это обголоски с Вьетнама до нас доносятся. Как я устала от тайфуров! Мы сбежали с Хайком в Санью, потому что был тайфун Яги, он был мега сильный, мы 3 дня были без воды, без света, мы сбежали в Санью, потому что Санью не затронуло. Вот, а теперь мы в Сане, и тут тайфун Саулик, и этот тайфун Яги затронул Хайнко, он затронул Санью, короче, мы в Англии для тайфунов. Это вообще ужасно, мы устали от тайфунов, но этот слабенький, поэтому нормально. Вот видите, уже погода налаживается. КОНЕЦ КОНЕЦ